Добрый день! Сегодня продолжаем учить тему фрукты. Сегодня выучим несколько новых фруктов и ягод, названий на английском языке, и немножечко поговорим, как описывать фрукты. Итак, фрукт по-английски будет fruit. Прочитаем названия новых фруктов. Apricot. Абрикос. Mango. Mango. Tangerine. Мандарин. Тосиман. Хурма. Коконат. Кокос. Ганет. Гранат. Черри. Вишня. Суитчерри. Черешня. Гузбери. Крыжовник. Кренбери. Или кранбери. Крюква. Крюква. Каррент. Смородина. Итак, прочитаем теперь без перевода. Априкот. Абрикос. Манго. Манго. Тянжерин. Мандарин. Абрикос. Песиман. Курма. Коконат. Кокос. Ганет. Гранат. Черри. Вишня. Суитчерри. Черешня. Гузбери. Рыжовник. Крэнбери. Клюква. Крэнбери. Смородина. Итак. It is an apricot. It is mango. A mango. It is a tangerine. It is a pesiman. It is a coconut. Nut – это орех. Кокос – это кокосовый орех. Coconut. It is a garnet. Похоже слово на русское. Ганет. It is a cherry. Вишня. А черешня будет sweet cherry. Как будто бы сладкая вишня. Вишня у нас кислая, черешня сладкая. Итак, черешня будет sweet cherry. It is a sweet cherry. It is gooseberry. Мы уже говорили, что berry – это ягода. Гузь – это гусь. На самом деле, англичане сами не знают, почему назвали эту ягоду гусиной, но почему-то называется gooseberry, как гусиная ягода. Очень интересным является слово cranberry или cranberry. Берри – ягода. А кто же такой crane? Crane – это журавль. Вспомните, как будет клюква по-украински. По-украински клюква будет журавлына. Так вот, cranberry – в английском языке как журавлиная ягода, в украинском – это журавлына, а в русском раньше ее даже журавлиха называли. Почему? Есть две версии. Первая версия – это, конечно же, клюква растет возле болот, где журавли часто обитают. А вторая версия – что веточка клюквы, если на нее посмотреть с какой-то стороны, похожа на голову, шею журавля. Но больше верится версии, что журавли все-таки любят полакомиться клюквой. Итак, клюква будет cranberry, cranberry, а crane – это журавлина. Теперь внимание на смородину. Смородина будет current. Мы знаем, что существует несколько видов смородины. Black current, red current and white current. Ничего сложного. В принципе, цвета подбираем по типу смородины. Итак, it is current. Теперь поговорим о том, как описать вкус фрукта или ягоды. Вкус будет вообще taste. Можно спросить, how does it taste? Как она на вкус? И можно сказать, it is sweet или оно. It is sweet and juicy – сладкое и сочное. Для этого предлагаю запомнить четыре базовых слова. Sweet – сладкий. Sweet – на самом деле это еще слово конфета. Sour – кислый. Sour. Это слово, кстати, может пригодиться нам в слове сметана. Сметана – это кислые сливки. Sour cream. Так вот, sour – кислый. Cream – сливки. Sour cream – это сметана. Juicy – сочный. Мы знаем, что juice – это сок. Например, apple juice, orange juice, mango juice. А juicy – сочный, когда персик кусаешь и лечет по локтям сок. И tasty – вкусный. Понятное дело, что это оценка от самого человека, вкусный фрукт или невкусный. Но, тем не менее, taste – вкус, tasty – вкусный. Итак, how does it taste? It is sweet, it is sour, it is juicy, or it is tasty, можно сказать. Давайте прочитаем рассказ о клубнике. So, this is a strawberry. It is small, it is red, it has got green leaves, it is sweet, juicy, and tasty. Итак, это клубника. This is strawberry. It is small. Она маленькая. It is red – красная. It has got green leaves. У нее зеленые листики. It is sweet, juicy, and tasty. Видите, она сладкая, сочная и вкусная. Теперь давайте поиграем. Что это такое? Давайте предположим. So, it is small, it is purple, and it is sweet and juicy. What is it? Of course, it is a plum. It is a plum – слива. Следующий. It is yellow. It is small. It is sour and juicy. What is it? Of course, it is a lemon. Кислый, сочный, маленький, желтый. Итак, сегодня на уроке мы выучили название новых фруктов и поговорили, какие же фрукты на вкус. Давайте ответим на вопрос. Какие фрукты и ягоды ты можешь видеть на этой картинке. So, I can see apricots, peach, strawberries, sweet cherries, cherries, red current and black current. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!